Здравствуйте, я Павел Юрасов, это программа «Область новостей» и вас ждет полная картина дня глазами моих коллег. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Знакомиться с главными новостями Тамбовщины теперь можно в эфире федерального телеканала ОТР. Наша съемочная группа лично встретилась с новыми зрителями и проверила качество сигнала в селе и городе. Практически каждая съемка, особенно в районе, заканчивается закономерным вопросом от героев. А где это можно будет посмотреть? Среди кабельных каналов, на сайте. Теперь ответ куда проще. Как бы далеко от областного центра вы не жили, просто нажимаете девятую кнопку. Мечтал о профессиональном футболе, но помешала врожденная аномалия. Историю о том, как таксисты с Тамбова тренируют детей бесплатно, расскажет Дмитрий Шапкин. Никогда не сдаваться идти к победе, даже если соперник быстрее и тишничнее. Эти простые истины ребята впитывают на поле рядом с папами. Родителям играть с мальчишками и девчонками интересно. Правда, с каждым разом соперничать с ними все сложнее. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Тамбовской области в текущем году не удалось снизить смертность на дорогах. За 11 месяцев под колесами авто погибли 140 человек. Такую печальную статистику сегодня в рамках регионального расширенного заседания межведомственной комиссии озвучил глава Тамбовского управления ГИБДД Олег Демин. Больше всего трагедии произошло на трассах вне населенных пунктов, тогда как в городах и поселках региона зафиксировали снижение смертности. Всего на автомагистралях погибли 89 человек. Из них 56 на федеральных, Р-22 и Воронеж-Тамбов. Главной причиной глава УГИБДД района назвал выезд на встречную полосу движения. Чтобы снизить количество ДТП в текущем и следующем году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на трассах проведут комплексные работы. На них установят новые разделительные заграждения, светофоры, а также оборудуют подъезды к пешеходным переходам шумовыми полосами. Я хотел бы заострить внимание, что месяц октябрь и месяц ноябрь показал нам о том, что произошло 8 гибелей пешеходов, 4 из которых на пешеходных переходах. И практически на всех пешеходных переходах сопутствующим нарушением было это отсутствие или недостаточность освещения на пешеходных переходах. Как отметил глава ГИБДД, освещение в ночное время суток хромает практически во всех муниципалитетах, кроме Тамбовского, Рассказовского и Бондарского районов. В перспективе этот недостаток пообещали устранить. Снизить количество аварий планируют также путем совмещения наземных пешеходных переходов с лежачими полицейскими. Как спасти человека, провалившегося под лед? Как самому выбраться из опасной ситуации? Об этом учащиеся 12-й школы узнали у профессионалов на спасательной станции. То, как прошел мастер-класс для детей и то, как некоторые взрослые относятся к собственной безопасности, увидел Дмитрий Сергеев. Цель нашего занятия – непосредственно показать вам оказание первой помощи на воде. Такой урок ОБЖ – мечта любого школьника. Но повезло на этот раз ученикам 9-х класса в гимназии номер 12. Для них на спасательной станции приготовили много интересной, а главное – полезной информации. Для водолаза Олега Чернышева это далеко не первый мастер-класс. Помимо основной работы, мужчина отыгрывает для детей роль тонущего и спасателя. И для этого нужно надеть специальный костюм. К демонстрации профессионалы подошли серьезно. Детям показали один способ, как выбраться из ледяной воды самостоятельно, и два варианта помощи тонущему человеку. Для этого можно использовать подручный предмет, например, лыжу, или специальную веревку. Помогите! Помогите! Возможность отложить учебники и посмотреть своими глазами на действия профессионалов пришлась школьникам по душе. Вообще это очень полезно для нас. Мне кажется, каждому человеку нужен этот навык. Это был наш первый раз, но нам очень понравилось. Да, еще бы хотели, чтобы такие? Да, конечно. Очень зрелищно, нам очень всем понравилось. Планируем учиться на такую профессию. Однако профессия эта очень опасна. Чтобы спасти чью-то жизнь, спасатели рискуют своей. А на вызовы приходится выезжать минимум два раза в неделю. Чаще начинается спасание людей, это по весне. Это конец апреля, начало мая месяца. Когда на улице потеплело, водичка немножко потеплена, люди выдвигаются отдохнуть на берег, реки. Ну, соответственно, все это происходит с употреблением спиртных напитков. И, соответственно, люди тонут. Но есть еще одна категория людей, благодаря которым спасатели не останутся без работы. Сезон только начинается. Лед на реке еще не окреп. На улице плюс два градуса. Но мы видим, что некоторые уже начали зимнюю рыбалку. Скажите, а вам не страшно там сидеть? Сон, ты нахуй! Не страшно. Дмитрий Сергеев, Николай Иванов, Александр Щеднов. Область новостей. Сегодня в Тамбов прибыла деловая делегация из Германии. Представители самого крупного немецкого региона, Баварии, приехали для обсуждения возможного сотрудничества. Среди делегатов руководитель крупной консалтинговой компании и президент университета, специалист в сфере управления в аграрном секторе. Гостей познакомили с научным и промышленным потенциалом Тамбовщины. Обе стороны открыты к сотрудничеству на уровне научных исследований, образования и бизнеса. Интересующие баварцев темы сходятся вместе в аграрном наукограде Мичуринске, где делегации еще предстоит побывать. Экспорт продукции в основном представлен нашей специализацией, это продукции нашего аграрно-домышленного комплекса Тамбовской области. Обладая благоприятным географическим положением, потому что город Мичуринск является не только наукоградом Российской Федерации, но и крупным узловым транспортным центром. Компания Artemis Group имеет обширные связи с частными инвесторами и немецким бизнесом, готовым финансировать перспективные проекты и реализовывать их совместно с русской стороной. Делегация в ближайшие два дня познакомится с крупными предприятиями области и ее культурным наследием. На выходных в точке кипения ТГУ имени Державина было действительно жарко. Там проводился межрегиональный интенсив «Цифровая экономика» и НТИ. Его участники узнали, с чего начать свой бизнес и как сформировать команду успеха. Самые смелые предпринимательские инициативы в сюжете Марии Шумейкиной. Интенсив стал настоящей мастерской бизнес-идей. Более 130 участников слушали «Живые», «История успеха» и «Неудач предпринимателей». Узнавали секреты развития от ведущих специалистов в сфере запуска и сопровождения бизнес-проектов, техноброгеров, маркетологов. Кто-то из слушателей уже занял свою нишу, а кто-то только планирует стать предпринимателем. Цельный региональный интенсив не просто поговорить за бизнесом. Участники слушали выступления экспертов, получали ценные знания и навыки, чтобы потом применить их на практике. В течение трех дней они готовили собственные бизнес-проекты по двум направлениям. Инвестиции в действующий бизнес и молодежное предпринимательство. А теперь готовы представить их на суд жюри. Тема для проектов самая актуальная. Анастасия вместе со своей командой задумалась об охране экологии и вторичной переработке материалов. Пластика, стекла, бумаги. Девушка заявляет, большинство мусора свозится на полигоны. А почему бы не извлечь из него выгоду и в то же время помочь окружающей среде? Сначала наш проект был ориентирован на создание экодомов. То есть создание домов из мусора эконом-класса. То есть наши материалы были бы в два раза дешевле рыночных, то есть из кирпича. Но дело в том, что тепло они удерживали бы намного дольше. То есть, по-моему, в два раза больше тепла бы удерживали, чем кирпич. Из-за своего строения, из-за сот внутри себя. Также мы бы могли перерабатывать этот платье для кирпичей, для рам, стекла мы бы использовали. Лучшие предложения, представленные на интенсиве, не останутся без внимания. Находясь в составе жюри, мы уже можем оценить совместно с другими экспертами, каков потенциал данного проекта и какие виды поддержки он может получить. Как финансовые виды поддержки, так и виды поддержки, которые у нас предоставляются на территории «Мой бизнес», это место геометрии бизнеса. Многие участники уже достаточно проработали свои проекты и имеют все шансы на воплощение. Результатом интенсива стало вовлечение в сферу предпринимательства активной молодежи со свежими инновационными идеями. Мария Шумейкина, Евгений Михеев, Александр Кобзаров. Область новостей. 19 художников, 60 работ. Это все выставка «Арт-туризм», которая открылась в новой галерее. Среди современных холстов есть два этюда, которые стали украшением и изюминкой данной экспозиции. Обо всем подробнее в сюжете Елены Хромовой. Эмоции, впечатления, отдых. Этим пропитаны все работы на экспозиции «Арт-туризм». Среди свежих холстов можно увидеть два уникальных, антикварных. Их написал Давид Бурлюк. Один из пейзажей датируется 1920 годом. 99 лет назад он выставлялся в Японии. Оба этюда из коллекции Сергея Денисова. Они в самом сердце выставочного зала. Отец русского футуризма стал отправной точкой для формирования экспозиции. Яркие, неординарные и патажные – эти три составляющие легли в творчество не только Бурлюка. Они присутствуют и в работах других художников. У Бурлюка это всегда была миссия. То есть не просто путешествие и удовольствие писать этюды на природе. Ну, безусловно, это присутствует. Но все-таки основная миссия – это пропаганда авангардного искусства. И все его путешествия были связаны именно вот с этой целью. Выставка стала традиционной. В морозные дни этюды, словно нагретые солнцем, передают тепло. Оно исходит и от работ Алексея Медведева. Его полотна отражают местный колорит Черногория. Там он провел семь пленеров. Арт-туризм для художника – это открытие новых сюжетов, новых возможностей. Они служат вдохновением для живописца и радостью для любителей искусства. К тому же эти работы станут путеводителем в места, которые не каждый имеет возможность посетить. Елена Хромова, Александр Позняков, Ольга Кириллова, Область новостей. Знакомиться с главными новостями Тамбовщины и ее жители теперь могут и в эфире федерального телеканала ОТР. Региональные врезки с прошлой пятницы доступны всем без исключения жителям области. Наша съемочная группа лично встретилась с новыми зрителями и проверила качество сигнала в селе и городе. Николай Петрович Мордовин хоть и на пенсии, но утро начинает с трудов. Мужчина живет за городом в деревне Первая Малиновка, где держит небольшое хозяйство. После того, как накормлены все животные, наконец можно позавтракать и самому. Николай Петрович с живым интересом следит за политической, экономической и социальной жизнью своего края. На днях соседи помогли с перенастройкой телевизора. Теперь девятую кнопку он нажимает, как по расписанию. Мы дома, старые, редко выходим и никаких новостей не знаем. А по этому каналу нам все расскажут, что происходит в области. А ведь нам тоже интересно. Хоть мы и старые, но все равно интересны, что происходит в Тамбовской области. Про московской там рассказывают, а про Тамбовской нет. А вот это очень хорошо, что у нас будет теперь свой канал. Практически каждая съемка, особенно в районе, заканчивается закономерным вопросом от героев. А где это можно будет посмотреть? Среди кабельных каналов, на сайте. Теперь ответ куда проще. Как бы далеко от областного центра вы не жили, просто нажимаете девятую кнопку. В том, что на карте области нет ни единого слепого пятна, мы убедились в региональном передающем центре «Сердце телевещания». Оказывается, наши программы при желании можно смотреть даже в соседних областях. Принимает каждый объект нашей Тамбовской области. У нас по Тамбовской области всего 31 объект. Вот каждый наш объект дает возможность трансляции, врезок канала ТР. Даже более за территорией Тамбовской области. Нас Рязанская область хорошо видит. И Липецкая область видит хорошо. За качеством сигнала с каждого передатчика удаленно наблюдают. В случае неисправности в течение пяти секунд вещание возобновит резервный источник. Проблемы приема в индивидуальном порядке решили даже в низинных селах Маршанского района. Выезд показал, что эти в основном антенны сориентированы на Пензиско, на Рязанской области. Всего лишь на осень. Довернули антенну на Алгасово. Вот. И весь народ там сейчас спокойно. Все видят наши Тамбовские программы идеально. Напомним, Тамбовские врезки транслируются на общественном телевидении России утром с шести до девяти часов и вечером с восемнадцати до девятнадцати. До встречи в эфире. Павел Юрасов, Николай Иванов, Анна Мусатова, Область новостей. От соло до коллективного номера, от дебютантов до профессионалов. Более тысячи участников встретились на паркете Всероссийского конкурса хореографического искусства «Восходящие таланты-2019». На дух соперничества посмотрела Елена Хромова. Конкурс «Молодой» проводится второй раз. Изначально он был открытым областным, и на паркет выходили лишь начинающие танцоры. Спустя полгода он приобрел статус «Всероссийский». И сегодня за звание лучших приехали побороться более тысячи участников, среди которых профессиональные коллективы. На один день спортивно-тренировочный центр «Тамбов» стал эпицентром событий для восходящих талантов. Яркие костюмы, эффектные прически и броский макияж. 47 коллективов – Липецк, Тамбов и Москва. Сегодня встретились не как друзья, а как соперники. Танцоры все друг друга знают, общаются. И, естественно, выходя на паркет, они не только являются друзьями, но в какой-то степени соперниками. Но это соперничество дружеское, поэтому каждый из нас хочет победить, стать первым. И это правильно. Конкурс выстраивался поэтапно. Во второй половине дня свое мастерство показывали профессиональные танцоры. А вот открыли турнир совсем юные участники. Пингвины, фиксики и тополины пух. Каких персонажей здесь только не встретишь. Самым юным танцорам четыре года. Для них выйти на паркет – уже подвиг и личная победа. Хотя есть и такие малыши, которые уже сейчас удивляют своим мастерством. Например, коллектив «Элегия». На самом деле это очень волнительно. Нужно постоянно готовиться к этому, стремиться добиваться лучших результатов. Нужно на тренировках выкладываться на полную. Начиная с самого маленького возраста и заканчивая более старшим. Волнение и ответственность присущи были всем участникам. Ведь им предстояло выступать перед именитыми судьями. Среди которых и Михаил Зайцев. Он не только участник шоу танца на ТНТ, но и ученик одного из организаторов конкурса – Марина Полюшко. Это мой первый педагог. Это мой наставник. И в принципе тот человек, который открыл мне мир танца и понимание, и любовь к этому делу. Поэтому очень приятная и теплая встреча. Очень давно мы не виделись. И я рад сегодня быть здесь в качестве судьи. И мне кажется, я достаточно много увидел и попробовал, чтобы сейчас адекватно рассуживать тех, кто будет сегодня перед нами на сцене. 12 часов танцев нон-стоп. Сотни постановочных номеров. Танцоры стойко выдерживали конкуренцию. А судьи грамотно оценивали все задумки. Каждое выступление – как мини-спектакль. Вот только не у всех турнир завершился победой. Но это лишь стимул для того, чтобы двигаться к заветной мечте. Елена Хромова, Александр Позняков, Ольга Кириллова. Область новостей. Дворовый футбол может рождать настоящих звезд мирового спорта. Илья Дементьев уверен в этом на все 100%. Он работает в такси, а в свободное время бесплатно тренирует юных футболистов. Совсем недавно в команду влились папы, которые теперь регулярно гоняют мяч вместе с будущими чемпионами. На одной из тренировок побывал Дмитрий Шапкин. Он всю жизнь был влюблен в футбол. В юности играл за команду университета, а затем за клуб организации. Вспоминает и бывал на играх в обеих столицах. Мечтал о профессиональной команде. Но этому мешала врожденная аномалия стопы. На качестве игры это не сказывается, но медосмотр просто не пропустил бы. Свою страсть он передал детям. Еще до рождения их решили назвать в честь великих футболистов – Льва Яшина и Всеволода Боброва. Когда шесть лет назад он начал заниматься с маленьким Всеволода футболом, увидел в нем будущего спортсмена. Он бежит, и у него настолько это получилось харизматично, как в настоящем футболе. Фотография она есть, она до сих пор. И после этого я начал с ним заниматься. Но уж со временем, когда мы начали заниматься, ходить, ребятишки подходили, дядю можно поиграть. Ну куда идти? Вот дядю можно поиграть, так собралась целая команда. Рабочие будни Ильи – такси. Обычно он трудится до обеда, потом короткий отдых, а все оставшееся время отдает семье. Его супруга Оксана – главный доктор и болельщик команды. Говорит, познакомились, когда ходила на матчи. Еще тогда залечивала футбольные раны будущего супруга. С рождением мальчишек работа у семейного спортивного врача явно прибавилась. На все игры, на все соревнования, на все какие-то события я участвую. Конечно, я в футболе мало что понимаю, потому что все-таки это спорт такой специфический. Я считаю, что это мужской спорт. Но как основной фанат, основной болельщик – да. Сева – гордость семейства. Ему семь лет, из которых минимум три он гоняет мяч. Умеет профессионально обводить соперников, играет в защите и периодически соперничает с отцом. В то воскресенье я обыгрывал и в защиту возвращался. Многовато не забило, но зато старался. Семейство Дементьевых часто путешествует по миру и в каждой поездке старается попасть на футбольный матч сборной страны. Естественно, привозят сувениры, майки. Такой коллекции точно нет ни у кого в Тамбове. Это сборная Туниса. Потом есть такой клуб, один из самых лучших в Египте. Это вот Аляхли, это с Египта. Есть сборная Египта, футболка отдельная. Ну потихоньку собираемся. Поедем играть в футбол? Да. Поедем. Тренируются ребята в теплое время года на стадионах 35-й школы в Ледке, а в период холодов – в залах. Арендует полполя на час и гоняют мяч. В этот раз им предстоит сыграть в спортивно-тренировочном центре Тамбов на севере города. Дорогу до СТЦ всего несколько минут. За рулем Илья рассказывает, недавно решили привлечь родителей к таким играм. Папы откликнулись с удовольствием. Им это очень приятно – отвезти своего папу, показать другому папе, что вот я не просто так занимаюсь в секциях футбольных, не просто так хожу, трачу там твое время на эти тренировки, а потому что я могу, я совершенствуюсь. Мне интересно. Илья добавляет, а мы от их энергии заряжаемся так, что легко доживем до 100 лет. Вот и спорткомплекс. Компания дружно идет в раздевалку, где ее уже ждут юные футболисты. На поле мальчишки, как рыба в воде. Многие гоняют мяч уже несколько лет и играют не хуже взрослых профессиональных футболистов. Вот только энергии у них в разы больше, так что взрослым за ними не угнаться. Левка, левка, севка. Никогда не сдаваться идти к победе, даже если соперник быстрее и техничнее. Эти простые истины ребята впитывают на поле рядом с папами. Родителям играть с мальчишками и девчонками интересно. Правда, с каждым разом соперничать с ними все сложнее. Взрослые и дети на таких тренировках играют в совместных командах. Нередко мальчишки соперничают с собственными папами и легко их обыгрывают. Отцы даже не стараются поддаваться, не получится. Халтуру дети чувствуют сразу. Молодежь, у них очень много энергии, гоняются очень быстро, тяжело за ними успевать. Ну, как-то пытаемся потихонечку, не ударить грязь в лицо. Матчи в разгаре, ребята активно ведут себя в нападении, столь же профессионально и азартно обороняются. Навыки впитывают, как губка, на каждой тренировке. Схватывают на лету и быстро усваивают, как кажется, сразу всем телом, а не только головой. Ты там не просто играешь, там ради призов, кубков, наград. Ты играешь и понимаешь, что ты, когда особенно ты капитан, у тебя вся надежда команды. Меня воспитал мой дядя. Дядя учил играть и играть в футбол тебя? Ну, да. Он говорил, не сдавайся. Тренировки у ребят до новогодних праздников проходят каждое воскресенье с 7 до 8 вечера. Команда уже сбита, но новых игроков всегда ждут. Так что погонять мяч в хорошей компании может каждый малыш в городе. Вместе с папой, которому достанется мощная доза адреналина и запас энергии на всю неделю. Дмитрий Шаткин, Николай Иванов, Ольга Кириллова. Область новостей. Это то, о чем мы успели вам рассказать. Еще больше информации на нашем сайте и в группах соцсетей. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»